Привет, губерния! Бронежилеты, каска, 8 килограммов дополнительного веса совсем не облегчают пробежку. Это лишь часть экипировки, в которой работают сотрудники Росгвардии. В день призывника ощутить себя на месте бойца мог любой желающий. Спрашивают, как можно устроиться в службу в Росгвардию, как можно поступить, какие институты, которые направления берут Росгвардии. Даниил Левак преодолел дистанцию с легкостью и за считанные секунды. Молодой человек тренируется уже давно, чтобы попасть в определенный род войск, когда в будущем пойдет служить. Я собирался на ВДВшника пойти. Я в детстве очень тоже любил, хотел стать в армию бойцом таким, сержантом, может, какое-нибудь звание такое получить хорошее. А эти молодые люди отправятся в армию уже этим летом. Трое призывников промышленного района будут служить в президентском полку. Я считаю, что каждый мужчина должен служить в армии. Что это его долг. Смотрю, это хорошая школа. Папа говорил, что если меня в армию не возьмут, он денег даст, чтобы меня взяли в армию. Давай, нажимай здесь. Нажимай, нажимай. Не, не, не сюда. Вот прям дави. Все, молодец. Интересуются военные карьеры и представительницы прекрасного пола. Те, что помладше, собирают и разбирают оружие. Пока с помощью наставников – мальчишек из военно-патриотических клубов Самары. Для тех, кто уже принял решение связать свою судьбу с армией, работал мобильный пункт отбора на службу по контракту. Конечно, есть девушки, которые тоже берут на военную службу по контракту. Это тоже зависит от образования, от стремления человека к службе. В целом, ко дню призывника присоединились около двух десятков военных и спортивных ведомств и организаций, а также творческие коллективы города. А участие в празднике приняли несколько сотен жителей и гостей промышленного района. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии.